Друзья привет, дождались сегодня 19 декабря и в Икеа стартовала распродажа. Непонятно пока будет еще снижение цен в процессе или нет, но все зависит от покупательской активности. Если активность будет слабая, Икеа будет дальше снижать ценник, чтобы распродать товары. Мы сейчас вам покажем все, что в Нижнем Новгороде на данный момент на сегодняшний день попало в распродажу. Находимся мы в начале магазина. Хочу сразу обратить внимание на рождественские календари. Их уценили аж до 300 рублей. Первоначальный ценник был в конце октября-начале ноября 700 рублей, потом цена потихоньку падала. Был 599, 549, 499, 449, 449, 399, 349, сегодня 299. На следующей неделе у нас крайняя поездка. Даже интересно сколько он будет стоить. Так, ковер короткий ворс Лоунс. Не первый раз, кстати, он уже в распродаже. На самом деле его вообще не заказывают. За все временное пару раз только вы заказали. Полиэстер. Ребята, артикульные номера. Не знаю, будем показывать? Давай. Давай, потому что каких-то товаров, какие-то товары не заявлены, чтобы дистанционничать могли оформить. Так, дальше. Кряничный домик. Кряничный домик, кстати, подешевел, стал 169 рублей. Имбирное печенье. На прошлом деле стоило 329, на это 289. Видите, такую незначительную скидочку сделаем, но тем менее, с мелочным приятным. Пока люди, не будем мешать. Хорошая скидка на рождественскую елку, длина 2,20. Это самая большая икеевская елка в этом году. Мы ее уже показывали. Она из комби-иголок, то есть часть елка, часть под мелкую сосну скомбинирована. Есть она у нас в обзоре Винтер. В общем, она вместо 3500 стоит 2. Дим, елка 140 сантиметров стала стоить 400 рублей. Была 800. В общем, елки уценили все. Кстати, мне кажется, она еще даже до этого еще дороже она была. А, нет, все, понимаю, это про другую елку. Так, рождественская елка, которая 175 сантиметров стала стоить 1300 вместо 2500. Потом на акул скидок нет. Кто страдал, не дождались. Дельфины. 600 рублей. Большой дельфин. И белуха стала стоить 500 рублей. А мы артикул не показывали. Ну, в принципе, это товары все есть на сайте. То есть можно спокойно посмотреть артикульный номер на самом сайте. Значит, у нас обзор выйдет, я не знаю, ну, часа на три, потому что по всему магазину показать всю распродажу. Ну, что, будешь? Вот такие коробки Фьела. 269 вместо 369. 100 рублей скидка. Очень хороший ценник на пакеты вот такие под вино. Ну, на самом деле, можно положить сюда и тапочки. Надо, кстати, взять их, почти не осталось. 59 рублей набор из двух пакетиков. То есть это получается по 30 рублей пакетик. Дальше в распродажу попали вот такие ярлычки для подарков. Скидка 30 рублей. Вместо 130 стали стоить 129 рублей. Тесьма серебряная стала на 50 рублей дешевле. Я знаю, чем я сегодня уеду домой. Обязательно купим. У меня эти шары другие. Шары вместо 700 рублей стали стоить 500. Это шары 42 предмета. За 699 рублей стали стоить 499 рублей. Так, золотая тесьма. Тот же ценник. 99, как и у серебряной. Подарочные бантики мы уже и клиенты наши сразу-таки оценили. Здесь обратная сторона, двухсторонний скотч. Ну, тут сейчас закрыто все, а потом... Хороший или двусторонний скотч? Хороший, полноценный. Мы уже пробовали. То есть мы раздербанили одну упаковку. На бумагу? То есть на коробочку спокойно вот его открыл бантик. Вот по этому линии разреза снял бумажную сторону скотча и прилепил к коробке. Всеми любимые уже... Что здесь? Вот таких кружек, наверное, надо домой купить, да? У нас, кстати, дома стеклянные кружки. Так как посудомойки нет, мы моем руками. В общем, это все в разводах. Вечно посуда выглядит неопрятной. Как будто не промыкай. Смотри, как помоешь. Ну, смотри, еще как то, да. Как дочь, особенно, если старшая помоет. А, Дим, покажи, пожалуйста, вот как будет выглядеть пряничный домик в собранном виде. Покрути. Ну, потом есть, жалко, да? Ее можно еще, Дим, смотрит, так гирлянду засунуть вовнутрь, да? Да, это же я не знаю, как будет. Стенка поломалась немножко. Ну, так собрали. Вернем обратно. Так, это мы были в самом начале магазина. Сейчас пойдем по всему магазину показывать все-все скидки. Блуждаем. 149 рублей вместо 349 рублей. Скидка 200 рублей больше 50%. Адекватный набор. Рассказывали про них из пластика, но никто ничего не разобьет. Тут дети без меня наряжали елку. Да, кстати, я замучился стеклом. С прошлогодних шариков стеклянных убирать. Да, потому что кое-кто разбил мои дорогие стеклянные шарики. Это была мелкая. Она так сама себе помогала. Я покупала шарики, которые по 400 рублей за штучку ручной выдувки. Я дочек все расфигачила. Я в этот раз лучше куплю вот такого и пусть бьет сколько хочет и не разобьет. Уже ставшая традицией распродажа зимой диванов Вимла. Я не знаю... А, это Валентуна. Почему-то у меня в голове Вимла. Валентуну, кстати, первый раз распродают, по крайней мере, в нижнем. Вот весь модуль вот такой. 45 вместо 63. Зима, покажешь по частям. Каркас секции дивана, каркас секции, чехол на секцию, каркас спинки. То есть вот так получается, вот такой кусок. Квадратик. Да, 19 тысяч. 19 и 19. А за что тогда 45? Подушка, наверное, нет. А, да. Подожди, вторая часть, она другая. Она, скажем, типа козетка. Да, это секция дивана, а это с выдвижной кроватью. Да, это каркас секции дивана, а это за 26 тысяч диван-кровать уже выдвижной. Валентуна же конструктор, кто не знаком. Кстати, 26 адекватно за Валентуна, это уже более-менее. Все равно для меня ценники еще пока. Дима, у нас у клиентки Валентуна стоит третий год, она на него. Я знаю. То есть она счастлива дивана. Руками лично поднимал. Но я пока сам не готов на это. Я была права, что на Вимла скидка. Пуфы Вимла в сером цвете и в бежевом цвете. 8 тысяч вместо 16. Скидка 50%. Давай покажем. Ликс Келелелос вышли уже из ассортимента. У Икеи остались остатки чехлов. Смотрите, кому надо обновить чехол. Нам, кстати, серый надо взять за 2 тысячи, да? Да, да. Потому что белый нам вообще не понравился в эксплуатации. Он весь в пятнах. В химчистку его сейчас сдавать это примерно 2 тысячи. Я лучше за 2 тысячи куплю вот такой серый или черный-белый. Палатка Циркус. Ну, Циркус Эль-то, если точнее. Я ее так всегда называю. Тысяча рублей вместо 1300. Мелочь, а приятно, на 300 рублей можно еще что-то детенышу купить. Диван Физкульт в бежевом цвете. Просто там работают покупатели. В общем, вот такой же. А, и коричневый, значит, бежевый диван-кровать прямой, получается, стоит 25 по скидке. Угловой по скидке стоит 27. Сегодня не получится детально все, вот каждую вещь показать. Обзор километровый просто выйдет. Ну, если где будет возможность, мы покажем. Кстати, ты меня спрашивала по поводу распродажи. Распродажа есть сквозная по всей России. И распродажа есть локальная. Кстати, в Нижнем Новгороде, я не знаю, просто, ребят, я, честно, не мониторила еще, так как распродаж, только сегодня заявили, что где, какие цены, но мне пока в Нижнем нравится. Я пробежалась перед тем, как снимать по магазину. Обычно у нас скидками и хорошими ценами славится Икея Казань. Ну, ребят, кто в Казани, рассказывайте, что у вас. Вимлы трехместный с козеткой в ЭКО-КОЖЕ 56 вместо 75. Вимлы без козетки 41 вместо 55. Он просто диван, не кровать. Так, дальше, Вимла двухместный. Просто диван, не диван, кровать. 31 тысяча, зараза. Кстати, у Икеи сейчас нет вообще маленьких диванчиков компактных, недорогих, чтобы туда куда-то в офис поставить. Стол Хэмнас. 5 тысяч вместо 6. Ну, мелочь, а приятно. Всеми любимые елки. Подешевели уже второй раз. Сначала они, когда только их привезли продавать, они были 200. Потом сделали 150. Сейчас они по скидке 99. Но эта скидка уже была в Черную Пятницу. О, Дим, твои любимые ершики. 99 рублей вместо 199. Скидка 50%. Вот эти баночки. Аж целых 10 рублей скидка. Это свечка или что? Это банка железная. Просто. Просто пустая железная банка. Кстати, лайфхак от клиентки. У кого дети, ну, допустим, 5-6 класс, да, уроки труда уже с иголками, когда начинаются, сюда спокойно иголки с нитками сложили, закрыли, потому что закрывается очень плотно, и положили ребенку в рюкзак. Ну, с одной школы прям целиком эти банки закупали. Только не с таким рисунком, а с летним. Поднос. 129 вместо 180. Ну, начали что-то рано, а не новогоднюю коллекцию распродавать. Значит, стол Клинсбру 1199. Короче, 1200 вместо 1500. Классика. Кстати, уже не первый раз такая скидка, да? Да. Туфтерит, журнальный стол. Белый глянец стоит 15 вместо 17, а черный стоит тоже 15 вместо 17. Интересный стол, но... Пойдем, покажем. За что здесь денег просят? Здесь ящики со стопорами, как у Беста, с плавным ходом, с нажимным механизмом. Такой вот ящичек. Здесь полочка такой же глубины. Здесь тоже ящичек. Ну, не знаю, мне кажется, дорого 15 тысяч за такой стол. Дима молчит, нет. Ничего мне сказать. Хрущевку не поставишь, а в большой дом можно что-то другое поставить. Более интересное, да? Более интересное. А, так, декоратив. О, смотри. Не хочешь коллекцию обновить? Хочу. 300 рублей вместо 500. Потом вот такая вот свечечка, подсветочка. Ну, свечка нет. Лучше звезды, кстати. Грибочки не более. Лучше елочки смотрятся, чем вот такие. 200 рублей вместо 400. Грибочки мы возьмем. Кресло Бихорума. 6 вместо 8. Кто давно хотел, вполне адекватно. Скидка нормальная для Бихорума. Вообще на него редко скидки бывают. Ого. Иди сюда. Мы сейчас покажем их в отделе шторы. А на кассе это полный блокаут, только хлопковые. То есть с Анелло у нас синтетика. Есть приверженцы, кто хочет, чтобы был хлопок. Такие вот полные блокаут, бордовые шторы. Тоже сейчас со скидкой. Скидка сколько получается? Тысяча, да? Интересная цена. 2000, блин. А, нет, 1000 скидка. Да, 1000. Дальше коап кресла. Я-то думала, бегом на Лангрус, что такая скидка. Шиш-мышь, жареный гвоздь. На коап скидка. Очень. Ну, он в пару идет с этим, с Вимлой. И обивка такая же, стилистика похожая. 17000 вместо 20. А его, короче, нету. Поэтому поставили ценник. Круто. Друзья, скидка на коллакс черный-белый. Ну, и он не представлен на выставке, поэтому просто влупили ценник. Имейте ввиду, что какой-то коллакс черно-белый со скидкой аж целых 2000. Тумба-брусали под телевизор 4 вместо 3. Могли бы еще чуть-чуть лицом не брусали. Вообще, в принципе, особой популярностью не пользуются. Дальше ползем. Коробка Fiello с крышкой. Это, получается, вот такой размерчик. Вместо 600 рублей она стоит 369. Кто хочет Fiello в таком цвете, как раз в распродаже есть возможность сэкономить, собрать всю коллекцию по цветам. Высокий шкаф с дверцей брусали стоит 8200 вместо 11. Адекватный ценник. Но вот мне брусали коричневый больше нравится. В коричневом цвете брусали смотрится прям классик. Не, мне белый. Ну, какой-то не белый. Моя фактура очень интересная смотрится. Деревянная. Ну, на вкус и цветы фломастеры разные. Дальше Кауст, Бимарин, Кантик. 2200 вместо 2800. Тоже в Черную Пятницу они были по скидке, но решили возобновить. Непомяненный ценник. Можно воспользоваться. Бывает иногда. Дальше Калакс. Белый клетчатый орнамент. 4000 вместо 5. Отличается от белого. Только, Димка, покажи, пожалуйста, вот этой вот цветной боковой стенкой. Вот этим рисуночком. Детская мебель. А, нет, детская мебель Хусет будет. Потом в детской покажу по скидке. Вставка в полку Калакс 500 рублей. Вот она. Мы показывали в обзоре по Калаксу. Давно он у нас уже был. Но удобно, когда вы Калакс ставите как разделитель между, допустим, в комнате посередине, когда это не ко стене. И у вас получается использование с разных сторон. То есть сюда, например, если какую-то мелочь, вазочки поставили. А с другой стороны у вас место под книги есть. Так, брусали в черно-коричневом цвете тоже со скидкой. Но не весь. 5300 вместо 7. Вот такой открытый стеллаж. Ну, мне нравится, как он смотрится. Вот Диме белый больше нравится, мне вот этот больше нравится. Не, ну смотри, давай поближе тебе покажу. Давай поближе. Ну, сама фактура, смотри, очень интересная. Ну, Дим, он специфичный. Он не белый, он какой-то в серость. И у него покрытие более нежное, чем коричневое. Ну, здесь надо бы поэксплуатации. Кстати, у кого брусали в таком цвете, расскажите в комментариях, как у вас эксплуатируется. Удобно, неудобно, нравится, не нравится. Может быть, я зря к нему предвзято отношусь, а он на самом деле классный по эксплуатационным качествам. Туба ПТВ Гнет Бео, классический коричневый цвет. Это вообще ясеневый шпон, покрытый шпоном ясеня. То есть хорошо сочетается с серией Билли, например, если вы гостиную делаете. Стоит 4 тысячи вместо 7. Скидка хорошая. Здесь славного хода петли. И у них петли, а стопора. Масторг, никак ее не распродадут. Уже не первый раз кидают в распродажу. Верхняя полка вместо 10 стоит 7. Низ вместо 20 стоит 15. Нет, я не спорю, сделан классно. Был бы еще. Ну хотя, в принципе, не все же любят белый цвет, да? Ну это не белый. Кофе с молоком, наверное, как цвет. Я не могу открыть, представляешь? Вот этот открылся. А тут закрутили, наверное, с вами. Да. А, тут его нет. Да. Купили бы в витрии на 700 рублей скидка. Ну, если планировали покупку, почему бы нет, да? Стеллаж Инет 3 вместо 7500. Кстати, хочу похвалить магазин. В этот раз очень быстро подготовились к распродаже. Похоже, ночную смену развешивали ценники. Потому что чаще всего, раньше распродажи мы приезжаем, в это время еще никогда ценников не было. А, фельба еще есть в позиции. То есть можно собрать гостиную побюджетнее. На полку скидка 300 рублей. На вот такой стеллаж скидка 1000. Вот эта мебель нас в Саранске любят. Дима, покажи, пожалуйста, еще тумба под ТВ, на нее скидка 1000. А, кстати, по фельбу мы, наверное, не снимали полноценку, да? Надо снять. Рассказать про эту серию, потому что она того стоит. Ну, закрывается, конечно, как гараж. Ну, да. Ворота-ворота гаражные. Декоративная коробочка, а не Ани Линары. Кстати, мне вообще нравится Икеевский аксессуар. Блокнотами пользуюсь всегда и Икеевским. Надеюсь, что дойдем, когда дать дело хранения. Окажется, что блокнотики тоже по скидке. Так, две коробки за 400 рублей. В принципе, можно взять для упаковки новогодних подарков. Такая вот коробочка. Да, кстати, и заборачиваться не надо. Прилепил вот серенькую штучку, да? Да. Нет, вот ленточка обвязала, и все. Да и без леночки достаточно. Просто уже красиво само по себе. И коробку эту не выкинуть, потому что чаще всего подарочную коробку выкидываю. Я с тем, что говорю-то? Да, я тебя не слышу. Мордовка упрямая. А, как я ее люблю. С Вальнес. Так, а что у нас получается сюда входит? Настенная шина, полка, полка. Слушайте, а нормально. За 4 500 вот такой вот модулек собрать. Бамбун. А так 5 стоит. 500 рублей скидка. В парус предыдущий, да, который мы снимали возле Беста. Ну да, схожи по цвету. Они схожи по цвету, имейте это в виду, били за 10 вместо 12. Вот такие зеркала Мальма, тоже со скидкой. Кстати, имейте в виду, в этот раз вообще молодцы, сделали уже на сайте, повешен раздел товаров, выходящих из ассортимента. То есть в распродаже прям прописано, какие товары выходят из ассортимента. Вот этот вот выходит из ассортимента, и белый, и черный. Цена 129. Зеркало, прыщик ковырять. А? Во-во-во. Обычное зеркало. Что там видишь в этом зеркале? Нет, его, Дим, как декор используют часто. Делают из них там мини-фартук такой. Дима сегодня вредный. На мою заначку сегодня покушались. Так, лампа Терцал темно-серая, 700 рублей вместо 900. Может быть и на белую тоже скидка есть. Так, идем дальше. Чувствую себя этим вышныривателем. Линмон. Кстати, смотри, похоже, Икея всю бешку выводить собирается, потому что можно составить, да? То есть били поставить, стол можно в таком же цвете сделать. Линмон беш, то есть тоже будет хорошо из беста со шкафом били сочетаться. И забыла я на букву М и называется. В общем, скидка 500 и здесь еще 250-750 рублей на большую столешницу и 300 рублей на метр двадцать столешку. Брусали письменный стол прямой белый стоит 4. Обычная цена 5. Брусали угловой стол коричневый. Угловой или не угловой? Да, угловой коричневый стоит 6 вместо 8. Ну, на беленьком давай покажу. Да, беленький тоже 6 вместо 8. Ты пока показывай стол, я пойду посмотрю на Алексу, что за скидка. Письменный стол Аскер Торп. Стоит 11 вместо 13. Ой, смотри, какая новая лома. А нет, мы и снимали, и новая лома. Уже была. Микки письменный стол с дополнительным модулем. Значит, кстати, на Микки давно скидки не было. Высокий модуль на него скидка 200 рублей, а на сам стол 800 скидка 600 рублей. Ну, понимаешь, Микки, он просто стабильный у нас спросом пользуется. Ну да, поэтому скидка на него небольшая, но приятная. Постоянно 8. О, смотри, на белый Алекс тоже скидка есть. 8 тысяч, что синий, что белый. Поэтому, кто хотел взять, не тяните, я думаю, разберут их. У нас чуть-чуть выросло, да, количество кресел в отдельной, но это отдельная песня. Но угловой бикант с подъемным механизмом в черном цвете скидка 10 тысяч. Вместо 49 стоит 39. Дима, мы стол тебе только купили. Да нет, я вообще молчу. Мне стол вполне устраивает. Красота. Смотри. Нет. Слушай, а его спокойно можно и детям брать, да, сейчас среднего возраста. Так как бикант, на самом деле, неубиваемый, на него очень большие, на него расширенная гарантия, его хватит надолго. Ну, понимаешь, у меня два монитора, много другой техники. И вот это каждый раз она мне будет подниматься. Нет, это не для меня. Ого. Если только стоим, будешь работать. Вот это высота. Ну да, с ним спокойно можно стол ресепшн делать, да? Надоел тебе сидеть, стоя, работаю. Показали девочке кнопочки. Пойдемте. Ты что, если я вам верну нормальное состояние? А, кстати, экран для письменного стола тоже со скидкой. Вместо 7 тысяч стоит 5. Ну, покажи. Ну, покажи. И фельба стол для ноутбука тоже скидка 500 рублей. Короче, на фельба сделали такую небольшую скидку в качестве комплимента к Новому году. Чем примечательнее стол? Он на колесиках. С одной стороны, конечно. Передвигать очень удобно. 200 рублей вместо 400. Ну что, они красиво светятся. Ёлка грустная тоже со скидкой. Ёлка грустная 250 вместо 500. А в том году у нас почем было? Так же, например, нашли. Помню, что из подписчиков кто-то спрашивает по поводу столов Норден. Ребят, на них скидки и на белые, и на черные. Вместо 12, 10. Дешевле, ну, больше скидки не бывает в последнее время. Кстати, в последний раз на Норден скидка была именно в зимнюю распродажу прошлого. Каустби черного цвета тоже по скидке. 2 200 вместо 2 800. Бумажные салфетки. Вместо 180, 99. Если они что-то продадут, я думаю, к концу января будут стоить рублей 60. Судя по опыту прошлого года. Кстати, у нас есть в офисе из прошлогодней коллекции, которая вот по ДССР была коллекция. Точно такие же салфетки. Так, давай копаться. Миски Винтерфест. Вот они, вот только недавно снимали, да, коллекцию Винтерфест, как новинку. Значит, 4 таких миски. Дим, ты где? Где ты там? 549 рублей. Диму же куда-то унесло. Сама такую. Вот такой букет. 700 рублей вместо 1000. Его, кстати, можно раздербанить. Ну, развязать. Вот такие большие салфетки. 79 вместо 99. Так, все. На блюду, кстати, скидки нету. До сих пор жду, когда будет. Вытяжка Рюдмикс. Вот такая, в стальном цвете, в нержавейке. 13 вместо 15. Больше по вытяжкам, кстати, скидок никаких нет. Спрашивали уже. Заранее будут скидки по вытяжкам. Ребят, только одну дали. Так, мёлик. Стеклокерамика со скидкой в 2000. 11 вместо 13. Индукция. 3000 скидка. Вместо 20. 17. Ну, это еще не все. А, нет, по плитам только эти. Мне вот это вот нравится. Индукционная панель. В колхоз там. На одну горелку только жалко. Лонгуден. Одинарная врезная майка. 56 на 53. Со скидкой. Получается скидка 1500. Но к ней дополнительно на сифон выпуск скидки нет. Поэтому плюс еще добавляйте 1000 рублей за сифон. Это дозатор. Вставлен для жидкого мыла. Вот так. Когда у меня такой будет, Дима? Пожалуйста, купите, вырежем. Да? Хорошо. Отдел кухни. Значит, у варьера, у ведер вот такое ведро на 11 литров для сортировки пластика. Скидка на него получается 130 рублей. 150 вместо 280. И крышка вместо 120, 60 рублей. То есть 50% даже больше получается скидка на ведро. Берите, хорошая вещь. А? Хорошая вещь, берите. Нет, варьер на самом деле достойная линейка из плотного пластика. Причем из переработанного. Вот такие бамбуковые ящики варьера. 150 рублей скидка на такой ящик. Кстати, удобно на кухне все сложить, ничего не видно будет. И маленький вместо 800 стоит 650. То же 150 рублей скидка. Коврик в ящик по САРП. 300 рублей вместо 400. В чем его фишка? Иди сюда, пожалуйста. Вы его кладете в ящик, он поглощает шум. Если вы можете, то как угодно. То есть с обратной стороны, пожалуйста, раздлиновка. Вы не ошибетесь. Контейнеры-варьеры большие. 300 рублей вместо 400. Скидка хорошая. В позапрошлой Femilin у нее была скидка 50 рублей. Держатели для тарелок. Традиционно они почему-то в новогодние праздники по скидкам. 550 и 450. Скидка 150 рублей. Давай-ка я его заодно покажу, потому что про него спрашивали. Смотрите. Значит, по диаметру тарелок вы раскручиваете. И выдвигаете, как вам нужно, пластины. Раздвинули, как нужно. И в обраточку закрепили. Поэтому диаметр. Здесь бамбук, здесь сталь. Диаметр плавающий. Какой вам надо, такой и делайте. Удобная штучка, чтобы хранить тарелки. Маленькая, точно такая же. Отличается диаметром. Стул от Gear в синем цвете. Скидка 1000. Из пластика мы про них, по-моему. По-моему, в Стамбуле мы про них рассказывали, да? Потому что я помню, что мы их снимали, но не здесь мы их снимали. Раздвижной стол Lexquick. Круглый. 22 тысячи вместо 20. Стули Каусбе Морил Кантик. Полностью подходит в цвет. Тоже скидка, так же, как и на черные и на белые. Отгер стул бежевый. 5 вместо 6 в светло-бежевом цвете. Его, кстати, можно использовать не только на кухне. Можно и в гостиную поставить. И как такой полурабочий стул использовать. Только подушку под пупу постелить, чтобы помягче сидеть. Стул низа в черном цвете. Матовый. 900 рублей вместо 1200. Кстати, вот если сомневаетесь, да? В прочности киевских стульев, на самом деле, они выдерживают хороший вес. До 150 килограмм точно. И удобно сидеть. То есть сидушка ровная. Никаких вырезаний нет для пупы. Ну, допустим, в отличие от Терье. Детский факт. Сток 150 рублей вместо 280. Кстати, кому актуально? У нас с прошлого года есть голубой. Можем отправить. Можем отправить, да, куда хотите. Чёрно-коричневый стол Умстад. 3000 вместо 3500. Размер 90 на 70. Ты где? Скатить в Интерфест. Получается, скидка-то, ой, даже не 300 больше. Она стоила 1200, сейчас стоит 700 рублей. В этом году интересная всё-таки, да, такая она универсальная. Не какая-то яркая, кричащая. Я думаю, можно взять, ну, вообще, да, для каких-то семейных мероприятий. Достойно смотрится на столе. Спокойная. Спокойная, да. То есть она не кричащая. На неё можно поставить любую белую посуду. Будет смотреться очень красиво. Экедалин раздвижной под дуб. 120-180. Стоит 10 вместо 12. Скидка 2000. Так, про калузбер мы вам уже говорили. Ингольф и барнички со скидкой. Ну, конечно, на белый вообще скидку смешную сделали. 300 рублей. Это на высокий. На низкий более-менее скидка. 800 рублей. И на высокий в чёрном и в Маринке Антик тоже 800 рублей. Подушка Эксарк плотная. Сразу скажу, подушка среднего качества. Но, как гостевая, друзья мои, за 200 рублей берите, даже не думайте. Со временем, да, она скатается. Скатается она при постоянной эксплуатации год через 2-3. Если вы её будете эксплуатировать периодически для гостей, вам её лет на 5 точно хватит. Матрасы Ховок средней жёсткости. По скидке все размеры. Скидка 2000. Неважно, большой или маленький. Скидка на всё 2000. Имейте в виду, кто хотел купить Ховок средней жёсткости. На жёсткие скидок нет. Вот такое вот постельное бельё. Мосрута. Скидка 600 рублей. Фланелька. Иди сюда, давай покажем. Кстати, кто, допустим, возрастного мужчине, родителям возрасте. Имейте в виду. То есть она вот мягкая, нежненькая. Такая вот зимненькая постелька. Хочешь такую постельку? Нет. Нет, Дима не любит фланелевые постельки. Кровать Лервик. На метр шестьдесят. Скидка 2000. Ну, на Лервик стабильного распродажа. Всегда скидки. Комоды с Каневик тоже со скидкой. До комодов дойдём, покажу. Кстати, постелька вот эта новинка. А уже её пустили по скидке. Энкс Лилья. Значит, двухспалка стоит 2200, одна спалка стоит 900 рублей. Красный, но... Дим, иди сюда поближе. Не знаю, я не сиди. Теперь я понимаю, почему её в распродажу пускают. То есть она... Она вечно будет такая вот вся в мусоре. Ну, она и мятая какая-то, да. Не шибко упрятная кроватка. Получается, это постель. Лучше фланельку купить. Нет, я сейчас покажу некоторые постельки. На самом деле, хорошие по скидке постели. Пойдём, покажем. Стерн Тюлепан. Такой красно-синий цвет. Одна спалка 900, двухспалка 1200. Так же, как и инкс Линия. Тротвива покрывала большое 230 на 250, 1200. А помнишь, как-то в какую-то летнюю распродажу его шпуляли чуть рублей по 600, да? Там прям такая большая скидка была. Одна спалка 900 рублей будет стоить. В итоге Ростов, наверное, нет? А это когда из ассортимента артикула выводили. Кроватка с мягким изголовьем. Так, шкурки. Тёмно-синяя шкурка стала стоить 1800 вместо 2500. Такая синяя малявочка. Пойдём дальше по матрасам. Что там ещё на чём-то скидки есть? Всё? Угу. Хамарвик. Матрас средней жёсткости 90 на 2. Цена 4000 вместо 5. Про Хамарвик рассказывали. Пружины типа Банел. Зависимый блок. Ну, более-менее можно на нём спать. Любимый мной Тумба Тресил. 2000 вместо 3. Скидка 1000 рублей. Уже не первый раз, кстати, такая скидка. Периодически в Фэмили пускают её. Эти распродажи до 15 января. Меньше месяца в этом году распродажи. Матрас Хидросун. Тоже со скидкой. 90 на 2 стоит 26 вместо 32. Хороший скидка. Ну, мягкий он. Вот, смотри, то есть он вот. Это для маленьких детей хорошо, чтобы упрыгать на матрасе. Для Алены, да, у нас, которая прыгает каждый день? Каждый день тестирую матрас. У нас батут. Кстати, у нас матрас, какой сейчас, Хамарвик, да, дома лежит? Хамарвик лежит, кровать Сангисант. Год ежедневных прыжков, как на батуте. Всё же. Даже не скрипит. Каркас кровати Слэкт. Скидка 1000. Соответственно, сюда в комплектацию вы будете еще добавлять речное. Но отсюда складывается ценник. Так, подушки мне велено не показывать. Покажу потом их в этом, в отделе постели. Штабелирующаяся кровать Утокер. То есть вы можете ее сложить друг на друга, когда, например, не нужно. Когда нужно, вы ее расставили, как односпальные кровати. То есть это две кровати, которые соединяются друг с другом. Она у нас из сосны. И стоит она по скидке 10 вместо 13. Это без учета речного. А нет, здесь рейка своя, получается, в комплектацию входит. Кстати, про эту кровать ничего особо не знаю, потому что ее ни разу не покупали. Не заказывали. Где каждый раз ее вставить? Ну да. Чуть-чуть. Не алло. Проще диван купить. Ну, за 10 тысяч. Сюда еще матрас надо добавить. Проще бы этот, бидинги взять. Место займет столько же. Да. Брюгитта. Повторили скидку, фэмили. Какая брюгитта? Брюгия. Правда, кстати, я как-то так хватаю слово, не вчитываясь. Брюгия. Я уже брюгита. 17 тысяч вместо 23. Такая вот, ну, как бы мини-стенка, да? Модуль для хранения они ее называют. Здесь ящики. Полки. Преодически, кстати, заказывают их. Ничего про нее сказать не могу, ни плохого, ни хорошего. Потому что у наших клиентов пока они как бы нейтральные отзывы, потому что не особо давно их брали. И как она эксплуатируется, какие могут быть нюансы, сказать не могу. Поэтому ждем от вас. Если вдруг у вас уже у кого-то стоит, расскажите нам, пожалуйста, как вообще в использовании. Стоит брать, не стоит. Комод сангисант белый, 82 на 81. Классическая мебель. У нас такая кровать, уже только что говорили вам. 8 тысяч вместо 10. Кто хочет укомплектовать спальню, пожалуйста, скидка более-менее адекватная на сангисант. По-моему, я видела где-то в отделах сангисант коричневый. А, вот. Коричневый сангисант тоже самое. Это вот средние комоды. Дальше есть комоды повыше. Высота уже 104 сантиметра. Но мне кажется, здесь высота была. Да, высота 104 сантиметра. 9 тысяч вместо 11. Самые большие, без скидки. Гардероб 3 сил. 10 тысяч вместо 13. Размер 79, практически 80 на 60 на 2,02. То есть размер комоды, только высокого. Вкусывается. С одной стороны у нас получается полноценная полотеная штанга. Полки наверху нет, но при желании мужа с рукой можно приделать. В шкаф. Собрали неправильно. Вот я просто и говорила, что вот эта направляющая, они не очень хорошие. Потому что она не железная, вот эта самая полоска, а пластиковая. Пластиковая колеска. Да? Да, пластик. В общем, пойдем заглядывать. Здесь я не могу открыть. Так, вторая половина шкафа. Здесь получается мини-модуль из трех полок. И сюда еще дополнительно подвесили скуб. Но скуб сюда длинноватый. Его либо каким-то образом убавлять, например, при помощи липучек, если есть необходимость. Либо просто не использовать вообще. За восемь, за десять тысяч, что вполне можно вещи одного человека все сложить, да? Да. Проще купить его, чем кому-то. Ну и, соответственно, правильно собрать. Потому что даже ручка спрятана, ручка должна быть вот с этой стороны. Ну, значит, тогда все должно быть наоборот. А может быть кто-то уже это... Тут просто колесики немножко что-то сломаны. Вот так. Вот как должно выглядеть, да. Потому что тянуть за стекло не будешь. А, похоже, заняться все раз царапали ручкой. Вот это. Так, по паксам быстро пробежимся, потому что много народ, чтобы не мешать. Мардардаль, который с цветочками. Две пятьсот вместо четырех. Это два двадцать девять. Да, два тридцать шесть. Флисбергет. Две тысячи скидка. Опять же бежевый. Опять светло-бежевый, да. Все, что сочетается с Билли. Флисбергет синий. Тоже две тысячи скидка. Флисбергет черный антрацит. Тоже скидка. Хорошая скидка, кстати. Ну, половина. Так, и еще вот на эти двери. А? На раздвижные вот. Вот, да. Да, да. Тоже хорошая скидка. Ильсенк. Ты тогда бабушки и дедушка собирал, у которых не вставало. Кто не вставал? Шкаф не вставал как надо. А, ты меня не пугай. Так резко говорит такие слова. Ильсенк панели дубовый шпон 75 на 2,36 и метр на 2,36. Две тысячи скидка, две с половиной тысячи скидок. То есть 50%. Своркман. Это уже готовая пара раздвижных дверей. Если вы хотите, чтобы шкаф был цельной. Пять тысяч скидка на большие, на двухметровые. И на метр пятьдесят тоже скидка пять. Тоже привычная. Как фурнитура какая может быть у нее? Не сказано. Скромно. На дом поизучать. Нет, у него уже обвязка сразу идет. Он отдельный. Вот я не знаю, мне как она крепится интереснее. Потому что я ни разу ее не ставил. Классика жанра. Эл Варли. Уже не первый раз на него скидка. Как-то года три-четыре назад вообще офигенные скидки были. Прям в копейки он выходил. Тогда меняли артикульные номера. Может для нежния просто неудачное место. Он как-то в уголочке. Да, как-то так спрятан. А на самом деле штука-то хорошая для открытого гардероба. Он красиво, стильно смотрится. Ее надо на проходное место поставить. И мне кажется увеличится плодажа. Плавный ход. Пойдем в детскую. Так, коврики. Значит, вот такой урскок. 133 на 133. Зебра-полоска. Стоит 1500 вместо 2. Скидка 500 рублей. Лото, ковер. Вот такой разноцветный. Палиоокеаны. Да нет, тут кружки какие-то. Скидка 1000. Вот такой коврик лото тоже скидка 1000. И какой коврик к ребенку поедет у нас? К нашему никакой из этих, потому что у нас ребенок уже взрослый. Странно. Так, дальше. Джинсовая постелька со скидкой. Помните, мы вам ее в одном из обзоров новинки снимали? Сонглэрка. 1800 вместо 2300. Дальше котики. Ну, я лучше по этикеткам показывать, потому что все равно мы не увидим полностью всю картину. Вот такой комплект 900 вместо 1300. Ну, котики. 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 Вот такие вот роботы с феечками со всеми подряд. Тоже скидка 500 рублей. Вот на такой лото скидка 1000. Кстати, первый раз такая большая скидка 50%. Он стоит 2000, а это за 1000. Здесь леоцел. Постелька очень хорошо эксплуатируется. Все, кто брали, берут ее потом постоянно. Солгуль. Детская кроватка. 4500 вместо 7. Кстати, пропали заказы на детские кроватки, да? Раньше мы их реально по многу привозили. Знаешь, к нам заехал какой-то гастролер с хорошими кроватками. Наверное, в город, что заказывают теперь. Не у нас. Бусунги раздвижная 13 вместо 16. Нам именно обещали скидку. Но что-то нет. Приличная, кстати, скидка для этого одеялка. Вот оно. Оно двухстороннее. Бусик называется. С одной стороны белая. С другой стороны синенькая. Можно использовать. Ну, конечно, тонковато ребенку на полу играть. Но если пол теплый, вполне можно использовать. На детские полотенчики после купания. Тоже хорошие скидки. Клеймик стоит 500 вместо 600. И клеймик просто с капюшоном стоит 400 вместо 600. Пойдем покажу вам, объясню, в чем разница. Значит, просто клеймик. Это обычное полотенце с уголком, в которое вы заворачиваете. Оно стоит 400. А вот такой клеймик. Его как пончо можно надевать. То есть это для более... Ну, вообще берут для разного возраста. Но малыша сюда неудобно. Малыша проще вот такое завернуть по-быстрому. А подросшего уже вот такое, как в пончо одеть. Лотик-горшок. 100 рублей скидка. Первый раз. Здесь на эти горшки скидка. Их и без этого берут. Красиво. А где-то с тобой был таким? Нет. В пару кроватки с Альгуль. Шкафчик. 7999 вместо 10. То есть скидка получается 2000. Вот хоть Дима на меня и ворчал, но не все коробки по скидке стоят, потому что еще тупо неразвешены ценники. Короче, какая-то из желтых коробок была? Желтенькая. Была какая-то по скидке. Пустынный пешеход. Лохматый. Лохматый. И тебе нужно там лохматый, да? Корабль, корабль Сахары. 600 рублей. То есть вполне приличный пингвин. Верблюд. Вот эти куалки по скидке. Новинка. Мы их в Стамбуле снимали. Это, получается, в октябре они были новинкой. Сейчас уже со скидкой. 200 рублей скидка. Привет! Сердечко икеевское. 300 рублей вместо 400. Вместо 400. Кого-то я еще помню из списка. Мампиреныш. Дракула. Кстати, дешево. 230 вместо 450. Вполне можно детям взять на подарки. С ним драться удобно. Почему? Ну, как битых. Формы? Ну да. Наоборот. Котик. 250 вместо 350. 100 рублей. Ну, тем не менее. Так, пойдем дальше по игрушкам. А, вот он. Мняшка. 600 рублей вместо 800. Бульдог. Прям такой настоящий, да? Никто в дальнобойщик, кто в теме, наверное. Сейчас мода идет на лобовое стекло кошака вешать. Зачем? На присосках. Ну, с правой стороны. Фетиш такой у дальнобойщика. А я, наверное, вот барбочика повешу. Он большой. А тут кошак не меньше. Окей. Молчу. Картинку в это. Вставим. Совсем недавно мы снимали вам серию Лустик. Значит, вот такой вот ящик для поделок. Не вижу, где он. Убрали. Скидка 300 рублей. Потом вот эта вот полка. Помните, я вам говорила, хорошо под машинки, под всякие подделки. Тоже скидка 100 рублей. Кукольная мебель. А, вот он, ящик. Он как бы вот здесь был. Кукольная мебель, только не пойму, какая. А, спальня. Скидка тоже 100 рублей. Ну, мелочь, тем не менее. Можно вот так вот. Комплексом можно хорошо сэкономить. Комплексом, да, суммарно получается приличная экономия. Книга про паровозик Лилабу. Скидка тоже 100 рублей. Смотри, кстати, оригинальный сделали. В тот раз мы это не было такого. Просто голову заперти. Паровозик один. А это показывает, потому что сегодня клиентка пишет мне ВКонтакте. Татьяна, паровоз точно подходит? Точно подходит? Я тогда возьму. То есть он же чуть-чуть светит в темноте. Поглядим чуть-чуть. Сапсанчик. Кстати, я два же покупал паровозик. Один ездит быстрее, чем второй. Почему-то такая разница. Ограниченная колейца Вермер. Кстати, на нее на всю скидку. Набор из трех штучек Юлы. 600 рублей вместо 1000. Уцените, пожалуйста, до трех стоялось бы. Кубик головоломка 400 рублей. Вот такой сортер. Наверное, сейчас входим, да? Угу. Коробки пинглов в естественном черном цвете. Все со скидкой. Большой самый набор. Размер 56,37 на 36 стоит 300 рублей вместо 400. Потом, которые 56,37 на 18 набор из двух штук стоит 200 рублей вместо 300. И маленькие стоят 130 вместо 200. Все салфетки со скидкой. 79 рублей. Любые салфетки из линейки в интерфейс. Вот такие вот шарики. 500 вместо 900 рублей. Тоже бы вам их показывали. Здесь их четыре вида. Один, два, три, да, четыре. Даже пять. У кого золотая елка, можно обновить. Ну, как вы уже поняли, на Винтерфест на все скидки. Набор из трех коробок 399 рублей. Кстати, вполне можно взять одну упаковку. Разложить туда детям полезные вкусняшки. Кто смотрел мой инстаграм, видели на прошлом... Вчера я выкладывала в сторис батончики протеиновые с Айбериан, которые без сахара можно давать детям и с аллергией совсем на свете. В неограниченном количестве. Да, потому что уже даже и диетологи трубят, и врачи, и детские педиатры. После праздников дети начинают сразу болеть. Болеть очень сильно, потому что все вот эти сладкие кульки и вся тонна подарков новогодних, которые через детей проходят, 17 раз снижает иммунитет. Поэтому неудивительно, что мы все начинаем после новогодних праздников болеть. К чему говорила? Вот эти три коробки можно взять. 400 рублей. Тут получается по 133 рубля. Коробочка, разложить туда, да? Подарок, и потом эти коробки использовать. Имбирное печенье, что сердечки, что птички. По 69 рублей. Дай состав покажем. Значит, 10 штук печенья. Я боюсь ошибиться с переводом. А есть по-русски написано. Нет, я пробжу. А, вот, да. Значит, на 100 грамм жиров 17, углеводов 72, белков 5,3. Страшно. Мука пшеничная, высшего сорта, сахар, маргарин на пальмовом, ши, пальмоядровая, рапсовая, кокосовая, все подряд собрали. Вода, соль, эмульгатор, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности, сахарный сироп, вода, разрыхлитель и специи. То есть вот в такой вот пачке суточная норма углеводов. Субтитры создавал DimaTorzok